Премьер-министр России обсудил задачи на будущий год членами правительства и главами регионов. Ключевая тема расширенного видеозаседания – национальные проекты. Подробности у Дмитрия Ковалева. На связи и в зале заседаний все те, кто отвечает за реализацию национальных проектов. Активная работа начинается в январе и сейчас необходимо сверить часы. Дмитрий Медведев отметил, что многое зависит от региональных властей. За неделю до Нового года на местах должны быть согласованы приоритетные программы. Мы выработали достаточно, на мой взгляд, уже четкие и понятные целевые показатели. На что мы должны выйти в итоге – это конкретные объекты, это построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые производства. Ну а в тех случаях, когда речь идет о вопросах социальной жизни и такой социальной инфраструктуры, это, безусловно, качество образования, здравоохранение, сама по себе городская инфраструктура, экология. То есть то, с чем соприкасается каждый человек. У каждого из 12 национальных проектов своя дорожная карта. Сбоев произойти не должно, а для этого необходимы четкие расчеты. Чтобы реализовать поставленные задачи, в бюджете заложили более 5 триллионов 700 миллиардов рублей. Конечно, нужно максимально рационально распорядиться выделенными деньгами. До конца этого года должны быть утверждены все региональные проекты. В них должны быть обозначены конкретные меры по достижению целевых показателей национальных проектов. Времени остается совсем немного. Эффекты от проводимой работы ожидают уже в следующем году. Приоритеты перед членами Кабмина недавно расставил Михаил Игнатьев. В рамках национальных целей, хочу отметить, планируется реализация 66 федеральных проектов. Для достижения заявленных целей и реализации федеральных проектов необходимы большие средства по источникам финансирования. Руководством страны определены конкретные цели, задачи и целевые показатели по каждому из 12 национальных проектов, разрабатываемых в рамках реализации майского указа. По отдельным уже направлениям решения приняты, уже программные документы появились. Для реализации ряда проектов разработают и принципиально новые механизмы. Так, для строительства жилья со следующего года будут заключать прямые договоры с банками. Очень важно, чтобы здесь субъекты Российской Федерации играли роль такого буфера между банковским сообществом и застройщиками, потому что не всегда они находят общий язык. То, что касается Министерства строительства и жилья по коммунальному хозяйству, мы в плотных коммуникациях сегодня с Центральным банком. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил применять для строительства новых объектов типовые проекты. Это облегчит работу властей. Может быть, было бы цикл сообразно создавать единый центр и под одной крышей делать все эти наши социальные учреждения и топ-образования. Я уверен, у нас должна быть вся линейка, начиная от городских типовых проектов и заканчивая районными, о которых губернатор говорит. Я имею в виду, допустим, проект, в котором соединяется и школа, и библиотека, и факт там в случае необходимости, еще что-то. Для контроля за тем, как реализуются национальные проекты, Дмитрий Медведев поручил членам правительства выезжать в регионы. Промежуточные итоги намерены подводить два раза в год. Мониторинг работы местных властей каждый день в онлайн-режиме. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Субтитры создавал DimaTorzok проектом.